Я считаю, что имеет смысл проводить историческую линию, линию континуальности, которая заканчивается условным пыней, нынешним пыня до него, Ельцин до него, 74 года совка, до него Российская империя, в которой были плохие вещи были и хорошие, но то плохое, что в ней было, оно в итоге породило совок, и оно породило бы совок неизбежно. Бесправие дворянства, слишком поздно отмененное крепостное право, вот это вот все крестьянские общины, искусственно созданные, по сути дела, протоколхозы, вот это вот все не могло не привести к совку в том или ином его изводе. То есть даже если бы большевики не узурпировали власть, и даже если бы была так называемая Российская Республика, она тоже была бы ебаным совком, так или иначе, вот совершенно бесправным быдлом в качестве народа населения, агрессивная, все ебищная, я абсолютно в этом уверен. Значит, Российская империя, до этого там Московское царство, как хотите это все поебень называйте. Далее мы отматываем к 988 году крещение Руси, и вот вместе с христианством византийского толка Русь постепенно начинает перенимать культурные, правовые и политические институты так называемой Византийской империи. А Византийская империя, она уже к тому времени была обиженной жопой, на весь мир обиженной, которая рассказывала всем, что она Рим, что как бы вот они в центре вселенной, Рим как вот первый апостол христианского, он пал, до этого пал Иерусалим, кто впал в ересь, кто вообще там, значит, был захвачен мусульманами и так далее, а вот мы как бы, вот у нас как бы все взаимно. И ресентиментарная, реваншистская хуйня, это вот в принципе наследие Византийской империи, и бюрократизация безумная, и автократия, и вот это вот все, оно было перенято просто тупо у Византийской империи. Далее, оно дальше прослеживается. К моменту раздела Римской империи, восточную, западную. Далее, запрета языческой традиции в Римской империи. Мы обратно во время не идем, как бы, чтобы вы понимали. Принятие христианства императором Константином. Далее, уходим. Уходим вглубь веков. Узурпация власти Юлием Цезарем. Виноват во всем вот этот вот момент, когда Юлий Цезарь власть узурпировал, короче, в республике. После этого Рим скатился в конченое говно. Вот без этого не было бы, не было бы всей хуйни. То есть, это вот основное. Я понимаю, что Микола Богданенко в чате бомбит с этого. Но ты не сможешь ничего из этого опровергнуть, потому что это неверифицируемое утверждение. Поэтому соси. Какой кринж про то, что Россия политический институт перенимала у Византии? Опровергли. У кого перенимала? Или там просто как на протяжении тысяч лет были. Цари, церковь нахуй с иерархией. И все. Как бы симфония властей. Как бы царь плюс церковь. То есть, вот эта вот вечность была просто там нахуй. Кринж это ваша шиза про Монголию. Не, ну я не знаю. Может он не про Монголию будет. Может у него какая-то другая теория. Может у него из космоса все прилетели. Почему-то думаю, что Россия не могла создать свои собственные политические институты. Потому что ничто никогда не создается из ничего. Потому что так мы можем сказать. А, ну окей. Ну Советский Союз тогда создал свои собственные политические институты. А до него Российская империя свои собственные создала. А до него Московское царство. А до него там Московское княжество. А до него там Киевская Русь. Да, то есть они все создавали свои собственные институты. Каждый раз заново. Ничто ни от кого не происходило. Все новое. Ну новое. Ну а почему ты думаешь, что не могло создать? Да. Ну а почему ты думаешь, что не могло создать?